С самого утра на приборостроительной было трудно лавировать между рядами сельхозпродукции и покупателями с полными сумками. Для того, чтобы не прийти к мясному и овощному разбору, орловчане жертвовали утренним сном. Мы всегда считали, что свое лучше. Всегда были за это. Пожалуйста, нам своего побольше. Все можно купить, а суббота особенная. У этого аншлага на приборостроительной есть еще одна причина. Орловчанам вернули ярмарку. Напомним, постановлением администрации города Орла 3 июля эта улица была исключена из плана размещения орловских ярмарок. Многочисленные просьбы жителей Орла открыть ее снова поступали на имя главы региона. Это решение навсегда. Ярмарка здесь будет. Не только в воскресенье, но и в субботу. Это решение далось нам достаточно непросто, потому что есть и представление ГИБДД, и представление прокуратуры. Однако мы нашли понимание, и губернатор нам настоятельно рекомендовал ярмарку вернуть на место. Не слишком кусачьи цены повышали настроение. Товары на ярмарках выходного дня стоят ниже, чем в магазинах. От 10 до 50 процентов, в зависимости от ассортимента. Здесь продавец за место не платит, поэтому накруток на цену нет. Своей помидорчик? Сдача, да? Да. Частники брали качеством. Каждый нахваливал свои молочные реки. У нас козье молоко, у нас козье есть. Мы творог делаем, сливки, сметану. Фрукты прямо из сада. Вкусное яблоко. На даче в этом году много их. И овощи с грядки. Эта картошечка не видела ни грамма удобрения. Первый заместитель губернатора Александр Бударин не смог пройти мимо прилавка с медом. Это хороший мед. Мне бы посоветовали его купить. И второе, пожилая женщина, которая им торгует, говорит, никак торговли не идет, конкуренция. Давайте первую покупку сделаем. Может, кемерговля пойдет получше. Стремление регионального правительства к тому, чтобы путь сельхозпродукции от производителя к столу орловчан оказался максимально коротким, оценили несколько десятков фермеров и товаропроизводителей. Не только сельхозпродукции, но и дачники сегодня присутствуют. И это тоже правильно. Потому что они продают излишек продукции. Прекрасные причем продукты. Поэтому я считаю, нормально. И даже можно, может быть, и больше этих дней ярмарок. Если это потребуется, можно делать. А почему бы нет? Пройдясь по рядам, глава области услышала много предложений и вопросов от жителей. Некоторые касались благоустройства города. К примеру, после посещения центрального рынка городским властям было дано поручение. Палаточный рынок пора делать цивилизованным. Наталья Пехтерева, Олег Фомин, телеканал Первый областной.